Лиге студентов исполнилось четверть века. Демонтаж горбатого моста в Казани. Сам по себе он, конечно, уникален для Казани. Такой большой, крупный, арочный пролет. Казани. Ученый-математик отмечен премией в размере 75 тысяч долларов США за выдающиеся достижения в геометрии и их применении. Сотрудники Казанского федерального университета удостоены государственных наград Республики Татарстан. За внушительный вклад в развитие молодежной политики отмечены Ариф Межведилов и Юлия Виноградова. В культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию Лиги студентов Республики Татарстан. На церемонии прошло чествование людей, внесших большой вклад в развитие молодежной политики и главного студенческого объединения Республики. Лига студентов Республики Татарстан Основатели Лиги студентов, лидеры студенчества Татарстана, представители правительства и люди, причастные к развитию Лиги на всех этапах ее истории. Это пример той организации и пример в действии нашего принципа «Ничего для молодежи без самой молодежи», потому что все, что реализуется этой организацией, оно придумывается студентами, и затем, наверное, это и является секретом ее успеха, потому что каждое новое поколение студентов, они привносят что-то новое. В рамках празднования 25-летия Лиги сотрудники КФУ, которые принимали активное участие в развитии Лиги студентов, были удостойны государственных наград. Проректор по социальной и воспитательной работе Ариф Межведилов, который был первым президентом Лиги студентов на протяжении 10 лет, награжден медалью за доблестный труд. Также награду получила директор Департамента по молодежной политике Казанского федерального университета Юлия Виноградова. Она посвятила молодежной политике более 17 лет и сделала это направление студенческого активизма популярным в университете. За свои достижения она была удостоена медали «100 лет образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики». В праздничной программе приняли участие ведущие творческие коллективы Казанского федерального университета, ансамбль народной песни «Зарница», вокальный ансамбль «Грейс», танцевальные коллективы «Ювелл Дэнс», «Виртас Крю» и «Фенти», а также хор Института международных отношений. За 25 лет Лига студентов Республики Татарстан выросла и стала мощной общественной организацией. Сейчас Лига студентов готовит план мероприятий на 2022 год, который в Татарстане объявлен годом цифровизации. Роберт Хасанов, Хафиз Гараев, Универньюз. Власти Казани планируют демонтировать железобетонный мост через Казанку. Подробнее в нашем следующем сюжете. Казанские власти планируют демонтировать первый железобетонный мост через Казанку. Горбатый мост построили в 1930 году. Он соединял Ягодную и Адмиралтейскую Слободу. Сейчас этот мост находится в аварийном состоянии. Особенность, что он всегда давал некую проблему, да и сегодня он тоже является аварийным, то, что в послевоенное время были проблемы с материалами. Возможно, бетон был не такой прочный, металла недостаточное количество было заложено. Из-за этого он как бы вот такой вот... Более 11 лет назад Горбатый мост закрыли для движения пешеходов, а восстановить объект было невозможно. При этом мост обладает охранным статусом исторически ценного градоформирующегося объекта. И разрушить его нельзя ни в коем случае. Сам по себе он, конечно, уникален для Казани. За такой большой крупный арочный пролет таких мостов в Казани больше нет. Есть у нас еще один Горбатый мост дореволюционный на Булаке, Лебедевский мост. Но такого моста с такой конструкцией больше в Казани нет. Отметим, что после демонтажа исполком Казани планируют воссоздать объект в первоначальном облике. Для этого будут использоваться материалы, аналогичные подлинным. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. В Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций прошла лекция Радика Амирова о том, как это было в нашем следующем сюжете. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась встреча журналиста Радика Амирова со студентами. Темой лекции была выбрана профессиональная и общественная деятельность журналиста в реализации гуманитарных проектов. Цель мероприятия – это прямой диалог со студентами, их интересами и ценностями. Для нас это очень большой опыт, потому что мы иногда не понимаем молодежь и не слышим их язык. Например, нужно ли слушать Моргенштерна или не нужно слушать Моргенштерна. Почему он популярен? Не делать не в творчестве певца, а почему молодежь этим увлекается? И что надо сделать так, чтобы молодежь привлечь на правильное русло? Особое внимание было уделено вопросу журналистской этики личного бренда. Радик Амиров считает, что кроме следования пунктам трудового договора, каждый журналист обязан следовать негласным правилам. Например, заранее обговорить вопросы логистики, а также пропускного режима и парковки. Также спикер выделил, что общаясь с обучающимся, необходимо избегать оценочных суждений о персонах, более того, не рассказывать в негативном ключе о них своим коллегам. Далее состоялась серия вопросов и ответов. По вашему мнению, какими качествами должен обладать или развить в себе человек, чтобы стать хорошим телевизионщиком? Радик Амиров подчеркнул, что важным с его точки зрения в работе журналиста является ответственность за достоверность и саму концепцию транслируемой информации. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. Коран из фонда библиотеки Казанского федерального университета представили в Саудовской Аравии. Издание Корана, признанное первым во всем мусульманском мире, вышло в свет в типографии Казанской гимназии в 1803 году и дошло до нас в единственном экземпляре в фонде научной библиотеки имени Лобачевского Казанского федерального университета. Более подробно расскажет наш коллега Илья Андреев. В августе 1803 года в Казанской гимназии выходит двухтомное первое мусульманское издание Корана в мире. Вот эти два тома. Нужно сказать, что, во-первых, на базе Казанской гимназии будет потом уже основан Казанский университет. И вот эти два тома. И здесь находится десятитомное издание Корана для детского чтения, которое вышло тоже в Казанской гимназии в августе 1803 года. Мы с вами открываем первую суру, первого тома, первого мусульманского издания Корана в мире. И мы даже можем с вами увидеть здесь оттиск штампа «Библиотека императорского Казанского университета». Открывая последнюю страницу второго тома, мы с вами видим исходные данные. Ну и что здесь можно подчеркнуть, что издано все это было в Казанской гимназии в 1803 году. Открывая уже после двухтомного первого мусульманского издания Корана в мире, десятитомное, мы можем обратить внимание, что выполнено оно более в лаконичном стиле, меньше здесь орнамента. Здесь можно обратить внимание на традицию завершения предложений в таких вот цветочках. Ну и сама книга, она намного меньше, она предназначена для того, чтобы дети ее читали. Вот это двухтомное издание было признано каноническим, и все последователи уже продолжали исследовать этой казанской традиции. Сам же двухтомное это издание распространялось в восточных регионах Российской империи и в восточных странах. Нужно сказать, что вот этот редкий экземпляр 1803 года сохранился в единственном, вот только здесь, в библиотеке имени Николая Лобачевского. В июне 2005 года по инициативе мэра Казани Коран 1803 года вновь вышел в свет в виде репринтового переиздания. Его презентация была приурочена ко дню открытия исторической мечети Кулшари, вставшей как и казанский Коран, связующий нитью с историческим прошлым татарского народа. Читайте Коран, ибо за каждую прочитанную букву вам зачитывается 10 добрых дел. До новых добрых встреч в библиотеке, ведь свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку. На этом все. В студии была Илона Менигалимова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok